ПЕСНЯ Черкесский городской ансамбль «Казачья песня» готовится отметить свой 30-летний юбилей. У истоков создания прославленного коллектива стоит известный в республике хормейстер Борис Ложеникин, который в эпоху становления молодой республики поддержал идею обновления самодеятельного коллектива, состоявшего из работников завода резинотехнических изделий. Было решено пригласить в ансамбль профессиональных вокалистов и музыкантов. Меня приглашают быть хормейстером и солисткой этого ансамбля новообразованного. И вот с этого все закрутилось. Кто были те люди, которые в этот момент стояли с вами? Пришли профессионалы. Это Корецкий Виктор, Шатиров Евгений, Фисенко Анна, Рябаконь Анна. Потом уже попозже пришла и дочь Фисенко Анна, которая закончила музыкальное училище. Денисенко. И даже были те, которые не хоровики и не вокалисты. А просто кто-то народное заканчивал. Баянист, например, Иванченко, Алексей. И пел, пришел, сел в оркестр, а потом вот я хочу петь и все. А потом перешел в хор. И тоже тенор, красивый молодой парень. Все. И пел в хоре. Была хоровая группа, танцевальная и оркестровая. И все это делалось, как когда-то, 30 лет тому назад. Все живым звуком, как сейчас Пенни так говорит. Все живьем. В основу песенного репертуара коллектива входили произведения, которые в прошлые годы предлагали всевозможные печатные музыкальные издания. И не только. До сих пор в исполнении ансамбля «Казачья песня» звучат произведения, в том числе фольклорные, собранные самим Борисом Солженикиным. Он писал все сам. Обрабатывал, писал на слух, где-то что-то себе подстукер. Когда вот у меня этих 14 или 15 тетрадей вот в таких переплетах. И там еще петь, петь и не перепеть. Вот такое наследие. Это и терские казаки, и донские, и кубанские. И вообще мы здесь относимся к верхней Кубани казаки. Вот. Почему это подчеркиваю? Потому что все равно голосоведение и даже пение, постановка голоса, оно отличается. Она казачья песня, но оно отличается все равно. В багаже каждого коллектива, подобного казачьей песней, есть своего рода визитная карточка. То есть песня, по которой зритель, слушатель легко может узнать любимый ансамбль. И несмотря на то, что в репертуаре звучат народные песни кубанских казаков, авторские песни, строевые песни о родине, есть одна, которую артисты поют в каждом концерте, а вместе с ними запевает и зрительный зал. Судьба. А эту песню все знают. Вот. Потому что у каждого... Каждый человек индивидуален, у каждого человека своя судьба. И от нее никуда не денешься. Я, например, верю даже в то, что человек родился только вот это вот маленькое. Ему уже судьба наречена. И как бабушка моя говорила, тот, кто должен в огне сгореть, он в воде не утонет никогда. И, конечно, я тогда слушала и пропускала на уши. А теперь я верю в это, что это действительно да. Кубань моя родимая по сердцу пролегла. Любовь необратимая до жизни повела. Река тобой близкая, с тобою так плевка. Кубань, кубань, родные берега. Кубань, кубань, ты сердцу дорога. Кубань, кубань, родные берега. Сегодня в силу сложившихся обстоятельств в ансамбле казачья песня звучит только хоровое пение, что само по себе является одним из сложнейших в вокальном искусстве. Коллектив с такой богатой историей за 30 лет своего существования собирал подружиться и до сих пор поддерживает тесные связи со многими известными коллективами, чье творчество хорошо известно не только в российских регионах. Это государственный ансамбль казачьей песни «Креница», кубанский казачий хор, в котором работают бывшие солисты коллектива Лидия Луценко, Ирина Тисенко, Андрей Кобельков и другие артисты. Карачаева Черкесия стала своего рода кузницей кадров для прославленных коллективов. Однако народную артистку Карачаева Черкесии беспокоит другое. Теряются искомные корни народов, живущих в республике, их язык, их песни. Песня «Креница» Мои русские дети любую кнопку нажмут, они свое могут услышать все равно на русском языке. А коренные жители, которые здесь живут на своем языке, куда? Ну там я пела на этих пяти языках, я знаю, я знаю сложности этих языков. Как? Тут должно быть свое обязательно, как когда-то было. И симфонический оркестр, и хор ради телевидения, и вот это то, что пели на пяти языках. Еще один вопрос, ответ на который найти сложно, это молодые кадры. Тех, кто должен прийти на смену, кто смог бы внести свой вклад в сохранение русской культуры, наследие казачества, найти достаточно сложно. А любовь как же? А вот те, у которых любовь, вот они и приходят. А без любви никакой профессией невозможно заниматься. Особенно пением, вообще творчеством, ты зрителя уж не обманешь. И никогда тебя не поймут, и не будут хлопать, и не будут радоваться или горевать под твою песню, если ты изнутри не выложишься полностью на сто процентов. Зритель все знает и видит. На ваших концертах сегодня есть зрители? Есть. И я вам хочу сказать, что какое бы время ни было, оно меняется. И вот сейчас в связи с военными действиями очень тяжело. Но я хочу сказать о том, что и поклонники, и любители нашей песни независимы от нации. Я не могу сказать, что потому что мы поем казачьи песни, вот у нас только нет. И это очень радует. Поэтому у нас всегда мирно и красиво в этой республике. А вот вы как человек уже с опытом таким жизненным, вы за сохранение традиций и обычаев? Я, это даже ничего не сказать. Конечно, конечно. И это в любой нации теряется. Но я же здесь живу, я бываю на свадьбах, на каких-то юбилеях. И этого нельзя допускать. А не допускать должен кто? Старшее поколение. Потому что свадьбу делает отец и мать в основном, да? А невеста или жених диктует, чтобы баяна не было, чтобы вормушки не было, чтобы этих песен... Вы что? Наши же вот эти песни там не поют, которые нам сейчас это навязали. И ритмы, и танцы. Это же не наши танцы. И я не говорю за всех наций, которые живут в России. Это не наши совершенно. А нашего как-то стесняются. Вот я не знаю. На ближайшие 30 лет, что бы вы пожелали своему коллективу? Чтобы обязательно этот коллектив был. И, естественно, хотелось бы, чтобы он расширялся и так далее. Но уже по возможности, как будет... Какое будет время. Но оно обязательно должно быть. Обязательно. И подрастающее поколение должно знать свои корни. Без этого... Ну, без этого мы... Без культуры кто мы? Тогда уже одной какой-то нацией называться, и все. Обязательно. Посредством песни, музыки и танцев сохранять культуру. Это та задача, которая стоит перед ансамблем «Казачья песня» и его художественным руководителем Лидии Гавриловны Луценко. И кому, как не ей, женщине, которая всю жизнь поет не только на родном русском языке, но и на языках народов, живущих в Крачаево-Черкесии, очевидно, как сегодня в культуре меняются приоритеты. И как важно сохранять то, что накапливалось, создавалось десятилетиями до нас. Как важно сохранять наследие старшего поколения. Впереди яркий и красивый праздник песни. И это ваш на него пригласительный билет. 25 ноября в 17.00 во дворце городском, это там, где ЗАГС, я буду подчеркивать, состоится большой праздничный концерт, очень интересный, с гостями, которые приглашены сюда. И я и мой коллектив вас сердечно приглашаем и просим прийти. Субтитры создавал DimaTorzok